Дмитрий Ра Костя резко затихает и говорит спокойным голосом. Рано или поздно все, у кого хватает мозгов, доходят до этого мастер. Анклав не прощает глупцов. Когда мы заключили контракт, я рассказал вам все правила. Если бы вы слышали внимательно, то поняли бы намного быстрее, что такое Великий Анклав. Торн встает. Его лицо становится непроницаемым. Вы собираетесь приносить жертвы этой древней твари, Римус? Кивает на череп. Людей? Киса замирает и даже не дышит. Смотрит то на меня, то на Торна. Подхожу ближе к гвардейцу. Верно, мой дорогой друг. Я буду расплачиваться за Анклав чужими жизнями. Считай, что это... Обвожу руками пещеру. Моя гильдия злодеев. Я вижу в Анклаве огромнейший потенциал. И собирайся им воспользоваться по полной. Ты со мной? Ни одного мускула не дрогнуло на лице Торна. Хотите узнать, с вами ли я? Хм. Мне и правда есть что сказать по этому поводу, Римус. Возможно, вам мои слова не понравятся. Торн, давай без этого. Говори. Ммм. Хорошо. Я еще ни разу не подвел вас за эти дни. Я знаю ваши тайны. Перстень, потеря памяти, Анклав. Вы мне доверяете, но сейчас спрашивайте, есть ли у меня проблемы с еще одной вашей тайной. Жертвоприношение темному магу. Спрашивайте, буду ли я и дальше с вами. Чему ты клонишь? Тому, что сначала выпустите меня отсюда, а потом спросите еще раз, буду ли я и дальше служить человеку, который приносит в жертву людей. Череп хрюкает. Справедливо, добрый рыцарь. Мастер, он дело говорит. Вы очень комфортно устроились. Требуйте ответа от заключенного. Рыцарь прекрасно понимает, что если он пошлет вас, то вы запрете его здесь вместе с кисой, а может и убьете. О, Дэн, ты посмотри, что творится. А ведь они правы. Легко требовать верности от человека, у которого на это только два ответа. Либо сдохнуть, либо упасть в ноги. Даже если он скажет, да мне пофиг на жертвы, я ваш гвардеец, то искренности в этих словах не будет, потому что он мой заложник. Прошло всего три дня, но за это время Торн много раз доказал мне свою верность. Мало того, никому не рассказав про перстень и анклав, он сам стал соучастником преступления. А ведь у него семья, которой надо помогать. И он не знает, смогу ли я оплатить ему жалование, и сам за себя отдает последние гроши за комнату в стреломете. Торн с Костей меня подловили. И подловили по делу. На том, от чего зависит вся моя жизнь. Придется надеть кольцо. Торн оставил доспехи и оружие снаружи. Это даст мне время, если все пойдет плохо. Может, смогу отбиться. Торн не сводит с меня взгляда. Уголок его губ приподнимается. Если вы согласны, Римус, то я попрошу и перстень тут оставить. Костя заливается смехом, но ничего не говорит. Я же вздыхаю, развожу руками. Ты прямо мысли мои читаешь. Я капитан Гвардии. Точно. Ладно, погнали. Кидаю перстень Иони. Пока не передумал, быстро приказываю анклаву вернуть нас в сторону в номер стреломета. Тьма. Свет. Торн сразу же садится на кровать, показательно отодвигает свой меч подальше. Умм. Я благодарен вам за доверие, Римус. Теперь я отвечу. Жертвоприношение — это чистое зло. Это уничтожит ваш разум и душу. Нет ни одной причины, ради чего стоит так низко опускаться. Я вижу, что вы изменились, и что это непростая потеря памяти. Но я встречался с темными колдунами и считаю, что вы отличаетесь от них. Вы все еще человек, поэтому прошу вас не пересекать черту. Что ж, этого следовало ожидать. Торн весьма разумен, а вот его взгляды на жизнь — нет. Опять лишь черное и белое, зло и доброе. Скрещиваю руки на груди. Не пересекать черту, говоришь? Скольких ты убил, Торн? Многих. Понимаю, к чему вы клоните. Но я воин, выполняющий долг перед домом Мгеленов. А, вот как. Интересно. А если Эйр прикажет тебя принести в жертву человека, ты откажешься? Да. А вырезать женщин и детей во вражеской деревне? Торн смотрит на меня ледяным взглядом, молчит. Развожу руками. Как я и думал. Что, есть у тебя похожий опыт, да? Значит, вырезать сотню невинных — это выполнить долг перед своей страной и остаться хорошим? А принести кости в жертву какого-нибудь ублюдка, плохое и чистое зло? Подхожу ближе к Торну. Даже сидя, он ненамного ниже меня. Поэтому смотреть на него сверху вниз непросто. Либо ты отказываешься от своей наивности, друг мой, либо уходишь. Мне не нужен такой помощник. Потому что я не убиваю женщин и детей по приказу, но приношу в жертву ублюдков и негодяев. По моему мнению, я как раз хороший, а вот ты — плохой. Торн не сводит с меня глаз. Пронизывает ими насквозь. Кто-то должен пачкать руки, Римус. Ради жизни одних нужна смерть других. Так работает природа. Если я не выполню жесткий приказ, это сделают другие. А вот жертвоприношения против человеческой природы. Они противоестественны и необязательны. Старпер с промытыми мозгами. Чем старше люди, тем сложнее изменить их мышление. Они будут нести полную чушь, лишь бы оправдать свою деградацию и тупость. Да неужели? Мне вот очень даже обязательно. Не хочу с Костей расплачиваться своей жизнью. Я умен, талантлив и часто делаю жизни людей комфортнее. А маг-ублюдок, грабящий и убивающий — паразит. Его смерть поможет моему делу и спасет жизни других. Как ни посмотри, такое жертвоприношение всем на пользу. А ты убиваешь и даже не знаешь почему. Просто такой приказ. Ты, друг мой, обычное оружие в чужих руках. Пока ты этого не поймешь, советы, кого и как мне убивать, от тебя не нужны. Тебя либо это устраивает, либо уходи в наемники. Мы закончили философствовать, друг мой. Выбирай. Торн долго смотрит мне в глаза. Но вот опускает голову, вздыхает. Жду ваших приказаний, Римус. Я правильно понимаю, что вы хотите захватить магов в лагере Стилета? Вот и отлично. На моей памяти очень немногих людей такого возраста можно в чем-то переубедить. Не просто так отец его уважал и зачем-то отдал мне. Я хочу знать, почему Эйр Гален отдал мне именно тебя, Торн. Он со мной во что-то играет? Я говорил вам, что не обсуждая дела своих господств. Неважно, бывшие они или настоящие. Ах, да, точно. Жаль. Ты докладываешь ему обо мне? Торн искосо смотрит на меня. Вам следовало думать об этом до того, как рассказали мне о перстне и анклаве, Римус. Хмыкаю. И то правда. Хорошо, извини, если оскорбил тебя недоверием. Меня просто удивляет, что он отдал сыну недотёпе опытного и дорогостоящего ветерана. А уж как бизнесмен, я этого точно не понимаю. Какие-то бессмысленные растраты. Не извиняйтесь, Римус. Вы задаёте правильные вопросы. Верно. Что ж, возвращаемся в анклав. Торн кивает. Свет. Тьма. О, вы вернулись. Оживает череп. Мне очень понравился ваш разговор. Торн хмурится. Ты слышал нас? Конечно, добрый рыцарь. Мастер хорошо промыл тебе мозги. Знаешь, это так прекрасно, когда такие правильные существа, как ты, приносят мне жертвы. Что? Сбалмучивается Иона. Дядька, ты согласился на это? Серьёзно? Я думал, ты умнее оторвёшь Римусу башку. Ты что, не видишь, в кого он превращается? Хм. Закатываю глаза. Ещё одна. Хотя её мне убеждать не надо, поэтому я только отмахиваюсь. Теперь я знаю, что мне ожидать, если отпущу тебя. Череп подхватывает. У-у-у, девка, похоже, ты тут надолго. Так, ладно. Пока Иона пререкается с костей, я, пожалуй, начну. Подхожу к столу, переливаю в глиняный стакан четверть на стойке изнеможения, развожу отваром полыни. Вы уверены, Римус? Очень серьёзно спрашивает Торн. Тренировки очень суровые. Если вы с ними не справитесь, то можете умереть. Какое-то время молчу. Поэтому ты здесь, Торн? А ещё у меня есть англав и кольцо. Артефакт уберёт усталость, но повысит предельную нагрузку на тело. А тройной метаболизм, из-за расплаты с костей, из-за троих, должен помочь мне это пережить. Надеюсь, что должен. Как бы не получилось хуже. Но в теории риски минимальны. Если настойка изнеможения отравляет организм, то негативный эффект должен уменьшиться в три раза. Та же печень, первый защитник против токсинов, будет восстанавливаться в три раза быстрее. В отличие от инородного яда, органы – часть моего организма. Беру кружку, разглядываю мутную жидкость. Ещё, блин, и полынь. Почему полынь? Нельзя было выбрать менее вредную и горькую фигню? Спрашиваю Торна. Может, ещё уменьшить концентрацию? Очень важно придерживаться дозировок. Алхимик чётко это сказал. С вашим весом это самый приемлемый вариант. Ты поэтому такой сильный? Из-за этих настоек? Кивок. Люди слабы, Римус. Одна из самых слабых рас Варгона. Чтобы выжить, нам пришлось что-то предпринять. Или мы бы стали вторыми гоблинами. Только люди пользуются настойками? Нет, многие. Но изобрели их мы. А как же магия? Зачем нужно быть физически сильным, если можно бросить огненный шар? У людей мало магов, и нередко рождаются, Римус. Намного реже, чем в Коалиции Высших Рас. Я уже не говорю про Союз Смертных Духов, где все обидатели големы, неуязвимые к магии. Даже среди гоблинов шаманы рождаются чаще, чем у нас, маги. Коалиция Высших Рас. Союз Смертных Духов. Надо уже почитать ту книгу по истории Варгона. Не все же мне допытывать Торна. И что? Вот ты сможешь справиться с магом? Например, с эмлимпталистом четвертой ступени? С должными артефактами, снаряжением и оружием, да. Ступени боевой магии и воинского искусства примерно равны. Вспоминаю, что было написано в книге про магию. Но магам ведь не нужно магическое снаряжение, они и так сильны. Почему же? Они тоже не против воспользоваться каким-нибудь артефактом на физическую защиту. Вот только артефакты для них менее эффективны, чем для таких, как я. Что-то такое припоминаю. Примерно по этой причине существует артефакторная несовместимость. Эфир одного мага конфликтует с эфиром другого. Если уж носить на себе несколько артефактов, то изготовленные одним мастером-артефактором. Также это работает и с магами. Они сами по себе живые артефакты и эфир в их сосудах конфликтуют с зачарованными предметами, поэтому эффект от них снижается. Для меня, как бизнесмена, это очень плохая новость из-за того, что покупатели артефактов работают только с одним артефактором и не будут докупаться у других из-за этой несовместимости. Новые артефакторы редко взлетают и зарабатывают хорошие деньги. Эта ниша очень конкурентная и контролируемая целыми картелями. Понятно. Значит, ты создан для борьбы с магами. Ммм. Не думаю, что так говорить правильно. Я просто сильный. А сильных можно использовать не только для сражения с магами. Череп фыркает, но не вмешивается. Наверное, его забавляет то, что Торн считает себя сильным. И он и сидит на лавке, ковыряется ногтем в зубах. И какой ты ступени, дядька? Четвёртой. Жёстко. А я только второй. Не выдержала испытания травами для третьей ступени. Испытания травами? Ага. Настойки из трав же всяких. А ты их глотаешься риском сдохнуть. Чем не испытания? Торн сухо спрашивает. Девочка, где вы взяли настойки? Достать их очень непросто. А хрен его знает. Пожимает плечами. Стилеты не такое может достать. У него полно связей в столице. Слушай, дядька, как ты пережил четвёртую ступень, а? Пережил и всё. И он опрыскает. Ну-ну. У вас таких сколько во всём мир носит? Сотня? Две? О, а ты когда-нибудь встречался с пятой ступенью? Несколько раз. И он и не на шутку возбуждается. Правда? Такие бывают? Да. Один раз я встречал и шестую ступень. Да ладно! Гонишь же! Кто смог пережить испытания травами на шестую ступень? Ммм. Кто-то смог. И кто это? Личный гвардеец принца Алагдана. Он сейчас в родовом замке Галенов. Что? У крысика личный гвардеец сильнее, чем мой? Что за безобразие? Спрашиваю. Это не тот, который мне чуть ребра не сломал? Нет. Если бы это был он, то вы бы не выжили. Нам повезло, что он тогда куда-то отлучился. Даже я не смог бы ему долго противостоять. Не хотел бы я столкнуться с таким монстром. Сбалтываю жидкость курушки. По сути, я сейчас прохожу испытания травами на первую ступень. Верно. Первый раз всегда самый сложный. Но у вас есть преимущество. Осматривает пещеру. Если выживете, то тело привыкает. И настойки первой ступени уже не будут так опасны. И сколько людей такие испытания не переживают? При испытании на первую ступень умирает каждый десятый. Каждый пятый проваливает его и потом долго восстанавливается. На вторую и последующие ступени риски выше. Но чем тренированнее тело, тем выше шанс пройти испытания. Ага. А у меня оно не очень тренированное. Верно. Поэтому я вас и предупреждаю. Каковы мои шансы? Сложно сказать. Вы не первые додумываетесь пользоваться артефактами во время испытаний травами. Это, конечно, поможет, но... Я бы сказал, что шанс умереть у вас один к семи. А то, что вам станет хуже, а не лучше, пятьдесят на пятьдесят. О! У них тут тоже есть процентные соотношения. Воистину, математика везде одинаковая. Торн хмыкает. Но все же вы в анклаве. Ваше тело сейчас... Непростое. Думаю, что шансы на успех высоки. Понятно. А что потом? Я должен каждый день употреблять эти серии? Но вы же не хотите повышать свою ступень, верно? Просто сбросить вес. Четырех доз вам может хватить. А если я хочу не только похудеть, но и повысить ступень? Без настоек поддерживать ступени невозможно. Чем выше ступень, тем больше и чаще нужно их употреблять. Я выделю вам четыре флакона из своих запасов. На две недели должно хватить. А потом, когда они кончатся... Ослабните. Через месяц без настоек снижается ступень. Остановить утерянные силы будет уже сложнее. А снова потолстеть легче. До меня доходит. Так, стоп. А как же ты? У тебя настойки есть? Немного. Насколько? Я попробую убавить концентрацию, как это делаете вы. Может, тоже растяну на две недели, но потом начну слабеть. Дрянь. Еще одна статья расходов. И хрен знает, где взять эти настойки. Почему мой отец их тебе не выдал? Дорогущее снаряжение, значит, подарил, а настойки нет? Торн пожимает плечами. Ну, почему же? Мне он их тоже выдал. Дело в сроке годности. Он недолгий. А если ты потом вернешься в замок и попросишь еще? Торн какое-то время молчит. Не уверен, что это хорошая идея, Римус. Я думаю, ваш отец не хочет привлекать внимание к тому, что я ушел с бастардом. Но все еще содержусь за счет казны. Хм. Он прав. Я тоже об этом думал. Отец специально отдал мне Торна со всем амбунерованием. Даже настойками обеспечил по максимуму их срока годности. Но он не тратился на нас, потому что такая статья расходов заметна. Видимо, Торн сразу понял, что значит неофициальный гвардеец. А я только сейчас. Отец вычеркнул меня из родовой книги, фактически выгнал из дома, но все же разрешил ночевать в казарме, где полно воинов. А еще выдал личную и очень мощную охрану, но не хочет платить ему жалования из казны. Что происходит? Отец что, пытается меня от чего-то оградить или защитить? Ладно. Залпом выпиваю горькую настойку. До чего я докатился? Заливаюсь тем, что называется изнеможение. Торн резко встает, напрягается. Римус, надевайте кольцо и повторяйте за мной. И ни в коем случае не останавливайтесь, даже если ваши ноги начнут ломаться, а руки перестанут слушаться. Иначе умрете. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok